Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 маршрута оснастили устройствами, которые сообщают о том, что на остановку прибыл нужный трамвай. Как это работает, услышала Мариана Мирная. Трамвай следует по 23 маршрута. Большая петля 23-го трамвая по всему городу собирает пассажиров, среди которых много инвалидов по зрению, активных и деятельных. Добираться до работы раньше было проблематично. Приходилось спрашивать у прохожих номер маршрута. Теперь они могут быть самостоятельными и чувствовать себя гораздо комфортнее. Я очень благодарен, скажем так, к всем, кому я обращался. Ну, именно с этой, по крайней мере, проблемой. Они с пониманием к этому относились. Никогда не было никаких препонов. И спасибо вам огромное. Счастливо, от чистого сердца. В марте этого года Анатолий обратился к главе города Олегу Фурсову. Попросил сделать общественный транспорт доступным для слепых пассажиров. И ответ не заставил себя долго ждать. В Самаре появились трамваи со звуковым оповещением маршрута. Польза от них и незрячим, и водителям трамваев, которые частых пассажиров знают в лицо. Они всегда стоят там, где трамваи останавливаются первой дверью, в любую погоду, в любую погоду, нигде не на остановках, их сразу же видно. И до этого приходилось нам брать микрофон в руки и объявлять, трамваи следует по такому-то маршруту, так-то, так-то, так-то. А сейчас вот решили поставить автоинформаторы. Пока таких машин всего семь. Это пилотный проект. Но положительных отзывов уже немало. Мы уже пообещали, что в начале года постараемся еще два маршрута сделать. Но если все хорошо пойдет, и отзывы будут такие же хорошие, то мы понимаем, в каком направлении нам двигаться. У нас еще есть и троллейбусы, и автобусы. Этот выходной динамик, который сделан, так скажем, влагозащитным, для того, чтобы внешние факторы, там, дождь и снег, не попадали на эти приборы. По одной из городских программ безбарьерной среде до 2020 года в Самаре оборудуют звуковыми сигналами все светофоры. В начале следующего года еще на двух трамвайных маршрутах, пятом и первом, появятся говорящие динамики. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. В парке «Пятидесятилетие октября» продолжается большой ремонт. Его первый этап почти завершен. Работы здесь начались еще в августе по поручению губернатора Николая Меркушкина. Что уже сделано в парке, проверила комиссия из городской администрации. Есть ли нарекания к подрядчику, расскажет Лариса Шалафаст. В парке «Пятидесятилетие октября» ремонт в самом разгаре. Рабочие одновременно трудятся на всех 20 объектах, которые запланировано обновить. Уже практически завершили ремонт игрового городка. Возводят танцевальную площадку со сценой. Обновляют покрытие пешеходных и велосипедных дорожек. На территории парка будет три вида покрытий. Во-первых, это плиточное, тротуарное. На входных группах в трех местах, которые будут подвержены ремонту. Вокруг озера будет два вида тротуарных дорожек. Одна из них в плитке, вторая – велосипедное асфальтовое покрытие с применением цветного пигмента. Особое внимание главному украшению парка – озеру. Пока идет ремонт, на водоеме осталась только часть обитателей. Хоть уровень воды сейчас намного ниже обычного, это ничуть не смущает ни рыбаков, ни уток. А вот лебеди временно переселились в парк Гагарина, но обязательно вернутся сюда позже. В порядок приводит и фонтан «Царевна-лебедь». Сейчас специалисты снимают старые слои краски. Затем на чистый металл нанесут светолюминесцентное покрытие. Продолжается и очистка дна озера от мусора. Чего только не находили водолазы, начиная от пластиковых и стеклянных бутылок до деревянных дверей и фрагментов плит. В целом строители в график укладываются. На сегодняшний день мы принимаем работу по первому этапу, нареканий нет. Все идет в графике, все работы выполняются согласно технологическому заданию. Завершить первый этап ремонта парка планируют до конца октября. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Еще один участок Самарского берега очищен от мусора. Волонтеры навели порядок на набережную реки Самара в Кировском районе. Так они поддержали городской проект «Чистые берега». Это не разовая акция. Своим примером молодые санитары города хотят привлечь всех, кому не безразлична экология Самары. Олег Зверев тоже проникся. Пластик в один пакет, стекло получается в другой пакет. Уборка береговой зоны начинается с инструктажа по раздельному сбору мусора. Задача не только привести в порядок территорию, но и отправить большую часть хлама на переработку. На борьбу за чистый берег выходят молодежные организации. Место действия – набережная реки Самары в Кировском районе города. Мусора очень много, потому что здесь люди отдыхают, и здесь очень много мусора, то есть его разнообразно. Тут очень много бутылок, очень много пластика находится. 2017 год объявлен годом экологии. Самое время навести порядок не только в центре, но и на окраине. Те, кому не безразлично состояние окружающей среды, уже не впервые выходят на Самарские берега. В рамках экологического проекта «Чистый берег» они уже убрали километры вдоль берегов Самарских рек. Мы всегда с удовольствием выходим на такого рода экологические десанты, потому что мы очень хотим, чтобы наш город был очень красивым. Акцию «Чистый город» организовал Департамент городского хозяйства и экологии. Задача – привлечь как можно больше жителей Самары к делу чистоты и порядка. Молодежную инициативу должны поддержать все неравнодушные. Донести до граждан мы, наверное, можем только через, в данном случае, через средства массовой информации привлечь их к экологической ответственности, к экологическому воспитанию через молодое поколение. За один выход удалось собрать мусора полный кузов КамАЗа и десятки мешков с бутылками. Если так пойдет и дальше, Самара станет по-настоящему чистым городом. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Информационный стенд в каждый подъезд, чтобы работа старших по дому, общественных советов и управляющих микрорайонов была прозрачной. Каждый житель должен знать, что происходит во дворе и, главное, как тратятся деньги, собранные за коммуналку. Работа ведется по всему городу, сами жители тоже не сидят сложа руки и, вооружившись вдохновением и энтузиазмом, превращать свои дома в произведения искусства. Сергей Кизоргин побывал в подъезде, который уже смело можно называть арт-объектом. Электрик Анатолий Нечапорук начал писать картины несколько лет назад. Ему надоела серость и грязь в своем подъезде. Он вымыл стену на этаже, где живет, и нарисовал сказочных героев. Идея понравилась соседям. Теперь подъезд с первого до последнего этажа – картинная галерея. Захотелось немножко взорвать обстановку, так сказать, просто потому, что настолько все надоело. Облезлые стены, все это кругом, знаете, она как бы за душу тянет. Я хочу, чтобы в этой картине я мог жить. То есть вот моя душа должна быть там. И чтобы вот этих людей, которые я знаю, я их любил, чтобы они были все такие вот, ну, самые такие хорошие, как если бы я хотел, чтобы они были на самом деле. Герои картин Анатолия – соседи, которые поддерживают его начинание не только в качестве моделей. Вместе с Анатолием они начали преображать 167-й дом по московскому шоссе три года назад. Говорят, работы еще много. Некрасоту единые. Теперь на стене подъезда Анатолия появилась информационная доска. Во-первых, власть должна слушать, что хотят люди, которые живут здесь. А во-вторых, помогать. Поэтому мы хотели бы работать вместе. Мы просим, нам помогают, а мы будем, что от нас зависит, делать. Посадят нам, мы будем поливать. Вот. И будем приводить в порядок с удовольствием. Хочется, хочется зайти в красивый двор, зайти в чистый подъезд. Надо, наверное, все-таки идти вот к этой чистой, комфортной, красивой жизни и жить с удовольствием. По инициативе областных и городских властей такие доски появляются во всех домах города. На них размещается полезная информация, где проходят районные мероприятия, как распределяется квартплата и средства из фонда капремонта. Ну, конечно, я же не могу каждый день всех обзанить по телефону или каждый день общаться с жителями, вот, с каждым жителем. Поэтому очень удобно прикрепить туда объявление, житель проходит, читает, бланки для РЭО, чтобы можно было беспрепятственно, любой человек с дома мог вызвать себе электрик или сантехника, заполнить этот бланк и кинуть его в почтовый ящик. Старшему по дому, чтобы он потом, когда оплачивал, видел, что это действительно работы прошли. В соседнем доме в этом году пройдет текущий ремонт подъезда. Об этом жители узнали заранее на информационном стенде. Очень полезная информация. Этот стенд, конечно, нужен для всех жителей нашего дома. Здесь график уборки указан и отчеты о денежных средствах, которые сдаются на содержание и ремонт жилого дома. В планах управляющего микрорайоном Воронежские озера-3 во дворе посадить ель, чтобы в новогодние каникулы устраивать праздник прямо на улице. А рядом с фонтаном разбить аллею и посадить английский газон. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Экс-директор театра «Лайт» Михаил Ушаков, осужденный за мошенничество с деньгами Роснефти, вышел на свободу, о чем он разместил пост в соцсетях. Напомним, по версии следствия, насчет театра «Лайт» по спонсорскому договору в феврале 2012 года от нефтяной компании поступили 106 миллионов рублей, которые затем через банк были переведены на счет ООО «Ротор», а оттуда четырьмя операциями обналичены. В 2015 году суд признал виновными Михаила Ушакова, а также его партнеров, братьев Андрей и Алексея Зуевых. Кроме четырех лет лишения свободы, подсудимые должны были вернуть компании 90 миллионов рублей. По словам Ушакова, пока он выплатил около 20 тысяч. Охранника убитого во время ограбления Самарского банка могут представить государственные награды. 69-летний Петр Стрельцов был смертельно ранен на прошлой неделе при исполнении. Он пытался выбить из рук грабителя оружие резиновой дубинкой. Получил две пули в живот и одну в руку. Скончался охранник в больнице после операции. До работы в банке Петр Стрельцов строил Самарское метро. Семье погибшего руководство банка собирается выплатить компенсацию, а также направить документы в Росгвардию, чтобы посмертно наградить Петра Стрельцова за проявленный героизм. В Самаре девятка повисла на заборе. Это произошло на улице Солнечной. Остается только удивляться, как она там оказалась. Выяснилось, водитель решил ее самостоятельно починить. Вот только попытка не увенчалась успехом и закончилась весьма неожиданно. Автомобилист доехал на эстакаду, но, видимо, не успел вовремя затормозить. В результате машина проехала по воздуху и упала прямо возле тротуара. К счастью, окончательно сбежать авто не дало ограждения. И из людей никто не пострадал. Команда художников начала работу над 30-метровым портретом врача и почетного гражданина Самары Владимира Середавина. Граффитисты нанесут разметку на многоэтажный дом на улице Губанова 4, который недавно капитально отремонтировали. Многоквартирные дома, на которых рисуют граффити, выбирают не случайно. Они расположены на гостевых маршрутах, хорошо видны с проезжей части. Так в ближайшее время начнутся работы по нанесению изображения Юрия Гагарина на доме 43 по улице Демократическая. А ранее на стене дома в поселке Управленческий изобразили советского генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова. Для его создания художникам из команды Самара граффити потребовалось 210 баллонов краски. За две недели они создали масштабное граффити, которое является самым большим в городе. К концу недели в регион придет похолодание. До окончания второй волны Бабьего лета в Самарской области остались считанные дни. Сегодня жители губернии ждет жаркий день. Воздух прогреется до 27 градусов. Такой теплой была осень в Самаре в 1957 году, когда температура воздуха достигла до 32 градусов. По прогнозам синоптиков, похолодание будет незначительным. А уже с 26 сентября стоит ждать третью волну Бабьего лета. Что влияет на пенсию и как она формируется? По всей стране проходит день пенсионной грамотности для молодежи. В Самаре первыми со специалистами ПФР встретились студенты экономического университета. Сегодня, по мнению экспертов, молодые люди должны знать, пенсия зависит от стажа работы, зарплаты и отчислений. Учитываются также и периоды, когда человек не может трудиться, потому что заботится о ребенке до полутора лет, служит в армии или ухаживает за инвалидом. Чтобы было проще разобраться в пенсионной системе, сотрудники ПФР выпустили учебные пособия, разработали мобильное приложение и создали сайт специально для молодежи. Такие встречи со школьниками и студентами проходят по всему региону. Молодые люди понимали, что нужно быть обязательно зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования. Нужно обязательно выбирать для работы ту организацию, которая работает легально, которая отчисляет страховые взносы в пенсионный фонд, потому что все это фиксируется на индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица. Учет пенсионных прав ведется практически в течение всей жизни, до наступления пенсионного возраста и позднее, если пенсионер продолжает работать. Многие наши студенты трудоустраиваются в структуру пенсионного фонда, плюс каждый из них так или иначе имеет отношение к кадровым, финансовым, правовым службам, различных организаций, разных форм собственности. И все, что связано с пенсионной системой, это их будущая профессия в том числе. Повышать пенсионную грамотность молодежи сотрудники ПФР начали 6 лет назад. В прошлом году только в Самарской области прошло более 400 профильных уроков, на которых побывали почти 10 тысяч студентов и школьников. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. «Капитан, капитан, улыбнитесь!» Суд признал дискриминацией, отказ брать женщину рулевым теплоходом в Самаре. От создателя «Гардемарины» секс-символа советского кинематографа. Художественным состоялась творческая встреча с актрисой, режиссером Народной артистской России Светланой Дружининой. Человек слова и дело, строитель и меценат. Ростислав Хугаев стал почетным гражданином Самары. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин